У многих из нас есть свое хобби. У кого это рыбалка? У многих из моего села это бухалка. Есть люди увлекаются приборным поиском. Ну и как же без охоты? Вот так было и в этот раз. Охотник в восточной Оклахоме, а точнее к югу от Ститхема, заметил в кустах что-то странное. Подошел и не поверил своим глазам. Это был автомобиль, закопанный по самой неболусе, а точнее по крышу, с одной стороны, а с другой чуток меньше. Видно было, что авто старое, но кто и зачем его закопал? Охотник постоял, посмотрел, взял фотографии и ушел. Так про эту находку узнал коллекционер старых автомобилей. Ему удалось выяснить, что это Volkswagen Type 2. На некоторые источники утверждают, что это Type 1 1960-х годов. А закопал его еще в 1983 году местный фермер. Это было его, так сказать, убежище от Торнадо. Так как Оклахома печально известна своими Торнадо. И да, вы правильно поняли, автомобиль так простоял больше 30 лет. Да, владелец наотрез отказался продавать буст. Он сказал, пока я жив, машину никто не тронет. Но после его смерти, его брат все-таки согласился на предложение коллекционера. Вы хотите продать, купить, оценить или определить вашу находку? Тогда вам точно помогут на аукционе Виолити. Но заметьте, там очень много разных разделов. Антиквариат, древние культуры, даже видел мамонтов продают. Вы точно найдете то, что вам нужно. Ну и конечно же, чердачные находки времен СССР. Аук постоянно развивается. Также есть раздел, где можно посмотреть находки реальных людей, набраться опыта. Ссылка на аукцион и их канал будет под видео. Заходите, чтобы быть в курсе. Да, в тех местах люди часто закапывают автомобили в землю. Да что там, целые автобусы. А если не закопать, то многотомная машина может просто улететь. Но не про это. Чтобы откопать бус, пришлось потратить еще не один день. Плюс 12 человек и техника. Так как он просто врос в природу. Но вот обратите внимание, что даже там, где автомобиль был в земле больше 30 лет, он не сгнил. Вот так металл или обработка, или может быть у них земля волшебная. У кого будут какие варианты? Чтобы погрузить то, что осталось от буса на эвакуатор, сделали специальную рамку. Смотрите, удобно на колесиках. Новый владелец сказал, что дальше автомобиль ждет глубокая и недешевая реставрация. А вот только честно, вы любите старые авто и мотоциклы, или уже больше новые, современные? А вот такая вот находка была обнаружена у фермера за границей. Понимаю, кто-то сказал, и что оно такое? Что за штука? А это, друзья, одна из первых промышленных пилштиль. Как оказалось, производилась именно эта модель с 1943 года. Вот эта изготовлена в конце войны для армии вермахта, но, увы, пила им не помогла. Понятно, что эту находку у фермера купила фирма Штиль за очень большие деньги. Сумму держат в секрете. Но пила, несмотря на свой возраст, полностью рабочая. Уже в то время на ней была установлена поворотная шина, декомпрессор, праймер. Какая огроменная. Именно этой пилой могут работать два человека. Вес у нее 38-39 килограмм. Мощность 9 вороных, то есть 9 лошадиных сил. Хотя с виду, конечно, выглядит просто ух, монстр. Да, потому что пила стоит кучу денег. Больших бревен, конечно, никто не пилил. Но все же работает. Друзья, напишите, как вам ролик такого формата. Так сказать, для общего развития. Можно делать что-то подобное или не стоит. Мне очень важно мнение адекватных людей. Всем добра. До новых встреч на канале. Пока-пока. Редите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин